Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на бизнес в разных его проявлениях. Не осталось в стороне категория самозанятых граждан. Известно, что государство разработало нововведения в законодательстве, которые помогут сохранить стабильность в компаниях, пострадавших из-за заболевания. Получат ли такие же привилегии самозанятые? В соответствии с поручением главы Республики Адыгея по широкому информированию населения о государственной поддержке самозанятых граждан в период ограничительных мероприятий Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства» провели пресс-конференцию по данной тематике. На встрече присутствовали министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Геннадий Митрофанов, директор Центра поддержки предпринимательства Артур Чич, представители Управления налоговой службы и кредитного учреждения «Промсвязьбанк». Инициировал данное мероприятие глава Республики Адыгея Мурак Тарабич Кумпилов на последнем заседании Кабинета министра Республики Адыгея докладывал о промежуточных результатах реализации национального проекта малосредпринимательства Республики Адыгея, обсудили с главой Республики именно перспективы развития самозанятых. Мы видим эти перспективы хорошие. Хочу напомнить, что предыстория начиналась в Российской Федерации с четырех субъектов. В 2019 году четыре субъекта были как пилотными, да? Да, пилотными. Эксперимент в этих пилотных субъектах состоялся. Благодаря введению института самозанятых, более 200 тысяч самозанятых в Российской Федерации зарегистрировано. В связи с ситуацией по коронавирусу правительство Российской Федерации искало возможности как-то улучшить, поддержать предпринимателя. И если для нашего субъекта до этого планировалось с 2021 года принять возможность введения института самозанятых, то правительство России пошло навстречу и с 1 июля дало возможность ввести этот институт. У нас буквально чуть-чуть сместилось, как вот, который я уже сказал, с 3 июля институт самозанятых введен. Уже более 500 самозанятых активно уже приступили к деятельности. Это вот не более, буквально за месяц такой хороший прирост. Поэтому мы видим, что это население республики интересно. Это, с одной стороны, самозанятые, они пользуются всеми мерами поддержки, как индивидуальный предприниматель, как юридическое лицо, включенное в реестр малого и среднего предпринимательства. С другой стороны, это очень комфортное налоговое обложение. И самое главное, там очень большой спектр услуг, производства товаров, которых можно расширять деятельность в виде самозанятых. Главное, чтобы это было без наемных работников. То есть человек самозанятый, он доработает на себя. При предоставлении государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, мы в первую очередь руководствуемся 209-м федеральным законом, который определяет критерии, по которым то или иное предприятие относится к малым и средним и микропредприятиям. В этой части соответствующие изменения в части самозанятых внесены уже в 109-й федеральный закон, который гласит, то есть самозанятый равно МСП. При этом реестр самозанятых ведется отдельно на портале Федеральной налоговой службы. На сегодняшний день он уже заработал. Мы можем по ИНН определить, относится ли он к самозанятым, либо нет, по состоянию на текущую дату. Это является основанием для всех институтов поддержки, для всей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства оказывать такие же услуги, которые были предназначены ранее только субъектов МСП. Статистику по самозанятым зарегистрированных в налоговой службе озвучила старший государственный налоговый инспектор Управления налоговой службы по республике Адыгея Елена Юкотова. На 3 июля текущего года вступил в силу на территории республики Адыгея закон о применении специального налогового режима на лукно-профессиональный доход. Налоговыми органами республики, соответственно, проводится ежедневный мониторинг, в который включен анализ статистики поступающих, регистрации самозанятых у нас на территории республики именно с 3 июля, проводится мониторинг чеков, которые поступают к нам, то есть мы по ним видим оплату, в которых мы видим фактически вид осуществляемой деятельности и анализируем, соответственно. На сегодняшний день большая часть самозанятых, которые осуществляют деятельность по перевозке пассажиров и багажа, оказывают услуги парикмахи и всевозможные другие услуги. На сегодняшний день зарегистрировано на территории республики Адыгея самозанятых 634 человека. Дело в том, что было спланировано количество зарегистрированных самозанятых, на 1 августа планировалось 501 человек. У нас план был превышен, у нас на 1 августа 558 было зарегистрировано самозанятых. Еще хочу сказать, что 90% из самозанятых составляет вновь зарегистрировано. Всего лишь 10% – это те, которые перешли из других налоговых режимов. Это радостно. Представитель Промсвязьбанка подробно рассказал журналистам о предоставляемых банком услугах самозанятым гражданам. Представляю, значит, Промсвязьбанк. Промсвязьбанк – один из крупнейших банков России. Он занимается гособоронзаказом. То есть, о чем это говорит? Это говорит о надежности банка. В наше время один из самых главных показателей вообще. Сами понимаете, есть маленькие банки, есть крупные. В общем, мы крупный, один из самых надежных банков России. Мы также не прошли мимо такого понятия, как самозанятые. Естественно, банк вместе с Российской Федерацией продолжает развиваться и в этом направлении. Помимо того, что мы просто классический банк, который предоставляет услуги кратическим лицам, так и юридическим лицам начинают кредитование и заканчивают эквайрингом для какой-нибудь личной организации. То есть, полный перечень услуг, полный спектр. И в том числе, опять же, возвращаемся к самозанятым. Одна из тем, которая будет развиваться, я думаю, в ближайшее время очень-очень быстро. И мы подхватим этот момент вместе с вами. Вкратце пройдусь, что вообще такое самозанятые, для чего это нужно. Я прекрасно понимаю, что все это понимают. Что это дает самозанятым и банку? То есть, во-первых, для самозанятых это, во-первых, полная, нет никакой отчетности. То есть, абсолютно легко человеку ввести в такой режим. Как вот докладчик для меня говорил, что если человек занимается именно статистическими лицами, и какой-то, во-первых, цветы продавать, то это налог 4%, если я работаю с юлицами, то это 6%. Никакой кассы, то есть, абсолютно все просто для них. И нет никаких обязательных платежей, потому что пенсионный фонд, то есть, тут все просто легко. Преимущества для самозанятых при работе с промсвязьбанком. Во-первых, наш банк, в первую очередь, может открыть бесплатно ИП. Это абсолютно бесплатно, на сервисе это позволяет. Во-вторых, мы можем помочь перейти на новый режим налогообложения. Бесплатно проконсультируем по-новому этому налогообложению. Подключим всех на наш специально разработанный тариф нашим банкам. Как называется он, тариф для самозанятых, он называется просто сам. То есть, он также просто и называется. Мы подключим эквариум, то есть, терминал по достойной цене. То есть, есть специальные тарифы для эквариума. Опять же, возвращается. Валерий, какая финансовая нагрузка при открытии этого счета сам, ну как вы сказали, для самозанятых? Для самозанятых. Абсолютно бесплатное открытие расчетного счета. То есть, человек, где к нам ничего не платит. Плюсы какие? То есть, есть тариф, который называется плюсы сам, просто сам. Переводы на счета физических лиц до 200 тысяч рублей в месяц без комиссий. Переводы внутри банков вообще без лимитов. То есть, если, допустим, вы кому-то будете переводить с такого же тарифа в нашу банку, кому-то еще там вообще нет ограничений. И снятие наличных денег без комиссий до 200 тысяч рублей. То есть, достаточно, скажем так, полный объем на услуг для данного режима. Вполне достаточно и объемный. Помимо того, почему, кстати, я оговорюсь, почему мы именно поможем открывать именно ИП для самозанятых. Мы смотрим перспективу вперед. То есть, к примеру, человек, блокическое лицо, и он хочет быть самозанятым дальше, так же, продолжательственным лицом. Но мы работаем именно с ИП. Вот мы помогаем бесплатно открыть ИП. Мы поможем перейти бесплатно на режим самозанятых. Но с перспективой. То есть, к примеру, если мы переведем ИП на режим самозанятых, то у него вот эти все услуги, которые для самозанятых, но он же ограничен оборотом в месяц 2 миллиона 400 тысяч рублей. Все верно. Но, может быть, через год у него увеличатся обороты. И так как он уже ИП, соответственно, он может обратно вернуться на свои. На снасти, допустим, он будет на полноценном ИП, где мы уже можем дать ему полный перечискут как для бизнеса. При этом расчет на счет у него останется неизменным. Все, за ним закреплено, правильно? За ним закреплено, это же останется. Но если он уже вырастет для полноценного ИП и понимает, что он уже абсолютно качественно может быть как-то юрлица, то мы можем предоставлять абсолютно другие уже услуги, как для развития бизнеса, это кредитование и все сопутствующие услуги для этого. Вопросы, которые возникают у физических лиц. Нам поступило на телефон 12 звонков касательно самозанятых, на которые мы дали исчерпывающие ответы. И в том числе, благодаря нашим партнерам, вот Максим Баринов сегодня здесь присутствует, один такой ощутительный момент у нас был, что касается иностранных граждан. Благодаря, вот Максим, некоторые пояснения, дайте, пожалуйста, с чем мы столкнулись, как вот тем же самым иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в республике, как им приемлемо ли для них на умного профессионального дохода. Да, приветствую всех участников. Хочу остановиться на некоторых моментах, да, если позвольте, и потом мы перейдем вот, что касается иностранцев. Значит, само понятие самозанятый, то есть это налог на профессиональный доход, то есть это отдельный режим налогового вложения, который рассчитан на 10 лет. То есть сегодня у нас 2021 год, соответственно, 10 лет этот режим будет длится. Что я хочу сказать, что правительство заверяет, что в течение 10 лет эти правила не поменяются. То есть все то, о чем мы сейчас говорим, оно рассчитано на 10 лет, и можно этим пользоваться. Также вот к практике вернусь, что дает этот статус. То есть даже ИП, будучи на одном налоговом режиме, допустим, упрощенка, он может этот налоговый режим поменять на самозанятый. То есть ему не обязательно закрывать ИП, он просто может поменять налоговый режим, если он сам оказывает услуги без сотрудников и так далее. Очень выгодно переходить на самозанятый в части того, что нет отчетов и деклараций. То есть если сегодня, когда ИП осуществляет деятельность, без бухгалтера никак не обойтись, либо это надо самому обладать этими компетенциями, либо нанимать человека. Вот в случае с самозанятым бухгалтер у нас не нужен. Мы чек формируем в приложении самой, то есть все завязано на приложении. Если у ИП обязательно контрольно-кассовая техника, то если мы переходим на самозанятый, эта расходная огромная тоже часть у нас уходит. Это второй огромный плюс. И третий тоже большой плюс, то что режим самозанятый может не платить обязательные страховые взносы в фонды. То есть, грубо говоря, мы переходим в режим самозанятый, мы находимся в статусе официального лица, который может получать все меры поддержки. И в то же время с нас уходит огромная часть нагрузки по контрольно-кассовой технике, по отчетности и по контрольно-кассовому этому делу. То есть мы легально работаем, но при этом очень сильно снижается нагрузка по отчетности и по страховым взносам. Страховые взносы также в приложении можно делать добровольно, но это уже на добровольных начатках. То есть мы перешли. При этом, если у нас в виде деятельности, которая существует на ИП, позволяет перейти на профессиональный налог, то ИП закрывать не надо. То есть мы продолжаем быть ИП, просто меняем налоговый режим. И, соответственно, выгодные ставки 4,6%, плюс там помимо 10 тысяч, которые даются на налоговый вычет, еще там же есть налоговый бонус в виде 12-130. То есть фактически 23 тысячи 130 рублей государство нам дает для того, чтобы мы часть обязательного налога покрывали за счет этой льготы. Понятно, да? То есть мы, допустим, получили деньги от юридического лица, мы должны заплатить 6%, но мы платим 4%, а эти два вычитаются с той налоговой льготы, которую нам предоставили. Да, до полного освоения. Да, пока мы вот эти 23 тысячи 130 не выберем, мы будем платить 4%. То есть очень, да, плюс еще какой, то, что если, что можно совмещать с работой. Мы можем работать на работе, а дома оказывать какую-то дополнительную услугу населения, то есть мы продолжаем работать на работе, платить все налоги НДФЛ и так далее, а та часть денег, которая к нам поступает от услуг, которые мы оказываем в рамках самозанятой, она, соответственно, 13% не облагается. То есть тут тоже существенная. Экономия. Тот, кто может быть, то есть кому этот налог подходит, описано в 422-го федеральном законе от 27-го, 11-го, 2018-го. Примеры, кто может быть. Допустим, косметические услуги на дому, услуги по перевозке пассажиров, да, если вот таксист работает сам на себя, он может. Продажа продукции собственного, взрослого, вот как девушка с цветами, юридические консультации. Даже вот бухгалтера оказывают консультации, да, ведение предпринимателя, они также могут находиться в режиме самозанятой. Строительство и ремонт. Соответственно, если строитель самостоятельно оказывает услуги, он тоже может быть. Мы, самые главные условия, что мы за 2 миллиона 400 в год не должны выйти. Все фиксируется также в приложении. Приложение очень удобное, простое, как регистрация, так и в обратную сторону отмена регистрации. Буквально два клика происходят. Продолжение следует...